Анна в очередной раз проснулась посредине ночи в холодном поту от кошмарного сна. В отличие от нее, муж Павел спокойно спал рядом. Молодая женщина, тяжело вздохнув, в битый час ворочалась сбоку-набок, но успокоиться так и не смогла. Всему виной этот сон. Дикий и страшный. Он существует вместе с ней уже несколько лет. С тех самых пор, когда Аня начала делать первые безуспешные попытки забеременеть. Во сне присутствуют трое. Сама Анна, ее любимая собака, лабрадор Арчи и неродившийся ребенок Ани и Павла. На улице стоит жаркая летняя погода. Аня, закрывшись от солнца шляпой с большими полями, прогуливается по полю, собирая букет васильков. Она пребывает в состоянии безмятежности и покоя, ведь внутри нее уже пять месяцев развивается новая жизнь. А молодой пес Арчи, наоборот, полный задора и решимости, несется вперед. Вдруг в какой-то момент поле резко обрывается и переходит в обрыв. Аня кричит не своим голосом. «Арчи, остановись! Там пропасть!» Но пес будто не слышит ее и продолжает мучаться вперед. Женщина, не выдержав, бежит за собакой. Пытается ухватить Арчи за ошейник, но рука не дотягивается, и они вместе срываются вниз. Анна вскрикивает во сне, а потом с трудом открывает глаза и безумным взглядом обводит темную комнату с едва различимыми силуэтами предметов. «Не переживай, это всего лишь сон, не более того. Все будет хорошо. У тебя родится ребенок!» Внушает она сама себе, но это слабое утешение уже давно перестало срабатывать. «Арчи, где ты?» Воскликнула Анна и через пару секунд уже вскочила с кровати и неспешными шагами пошла в коридор. Она очень любила этого добродушного пса, а он отвечал ей взаимностью и преданностью. Арчи появился в их с мужем в семье, когда ему едва исполнилось два месяца. Подарок любимой и ныне покойной бабушке. Для Анны он был бесценен. «Анечка, запомни, Арчи — это больше, чем собака. Он будет твоим талисманом и принесет удачу, вот увидишь», — говорила бабушка. И этим словам женщина свято верила. «Ах, вот ты где, мой родной!» Обрадовалась Аня, когда мокрый нос Арчи уткнулся в ее ногу. «В ванную хочешь со мной? Ну пойдем!» Она не помнит, сколько прошло времени, только очнулась от громкого стука в дверь ванной комнаты. «Анюта, ты здесь? С тобой все в порядке?» Послышался голос мужа Павла. «Да, да», — ответила Анна, открыв дверь. Следом за ней выбежал Арчи. «Ань, ты почему ушла из спальни ночью и закрылась в ванной, да еще с собакой? Тебе что, не здоровиться?» Допытывался Павел за завтраком. Аня лишь слегка покачала головой, чувствуя, что к глазам подступают слезы. «А, я, кажется, понял. Опять твои ночные кошмары. Аня, я давно говорю, что тебе нужно сходить к психологу или даже к психиатру. Хочешь, найду тебе хорошего специалиста. Может, антидепрессанты тебе выпишут или еще что-нибудь. Давай попробуем». После таких слов Анна не смогла больше сдерживать слезы и разрыдалась. «Аня, ну что опять случилось? Ты у меня такая грустная стала в последнее время». Не на шутку испугался Павел, подбежал к жене и взял за руку. «Вчера закончилась крахом очередная попытка забеременеть». Глотая соленый комок, тихо произнесла молодая женщина. «За пять лет столько обследований и медицинских процедур пройдено, а результата как не было, так и нет». «Ой, Анюта, может быть, прекратим себя мучить? У нас есть деньги, давай найдем суррогатную мать или возьмем ребенка из детского дома». Предложил Павел, даже не подозревая, какой поток гневных эмоций обрушит на него жена. «Ты что, Павел, с ума сошел? Взять ребенка из детдома просто вверх безрассудства. Представь, какая у него генетика. Может, его родители пьяницами были или уголовниками. А суррогатную мать тем более нельзя. Не смогу я у женщины вероломно отнять рожденного ею ребенка». Глаза Ани вновь наполнились слезами, руки затряслись мелкой дрожью. «Паш, а может, еще удастся забеременеть? Ты говорил, что в нашем городе открылась новая клиника с современными методами лечения бесплодия. Умоляю тебя, пойдем туда». От таких проникновенных слов Павел расчувствовался как мальчишка. Они знакомы с Аней с института, но поженились спустя пять лет после его окончания. Рождение ребенка не было для Павла такой навязчивой мечтой, как для жены, но, видя, как Аня страдает, потакал ей во всем. «Конечно, Анечка, сходим в клинику, снова обследуемся, все будет хорошо». И Аня верила словам мужа, надеялась на лучшее, но надежда медленно таяла с каждым месяцем. Ежедневно утром Павел уходил на работу в собственную фирму, которую когда-то создал его отец. Анна же оставалась одна наедине со своей болью и тревогой. «Паша, устрой меня к себе на работу», – зачастую просила она мужа. «Но, Анюта, зачем? Я получаю хорошие деньги, могу сам содержать семью, а она у нас будет большая, вот увидишь. Ты будешь заниматься домом и детьми, согласна?» Анна молча кивала головой, а душа и сердце ее были не на месте. И лишь только пес Арчи был ее единственной отрадой, когда муж целый день находился на работе. Зачастую Паша лишь поздним вечером возвращался домой, набегу поужинав и заваливаясь спать. Аня все чаще выходила с собакой на улицу, а находясь дома, постоянно закрывалась в излюбленном Арчи месте в ванной комнате. Когда ей по ночам вновь снился кошмарный сон, именно там, вместе с Лабрадором, она находила утешение. Эти посиделки жены с собакой в таком необычном месте порядком надоели Павлу. По прошествии нескольких месяцев он, к своему изумлению, стал замечать холодность в отношениях с Аней. «Боже мой, мы отдаляемся друг от друга!» – восклицал про себя Павел. «Неужели собака ей дороже, чем я?» Перемены были налицо. Анна равнодушно глядела на мужа, когда он рассказывал об изменениях на работе. Вяло реагировала на его просьбы и вопросы, постоянно замыкалась в себе. Павел, конечно, догадывался, в чем дело. Обследования в новой клинике репродукции также результатов не принесли. Врачи упорно писали в медицинских заключениях «индивидуальная несовместимость», шансы на беременность минимальны. Мужчина не на шутку испугался, что эти новости убьют Аню. Над его головой нависла грозовая туча, которая вот-вот разразится проливным дождем. А дождь размоет их семейные отношения, которые уже дали трещину. Павел не представлял себе жизни без Ани. Любовь к ней, вспыхнувшая еще в институте, со временем никуда не ушла и даже не притупилась. Может быть, он не такой романтик, как некоторые, и не шепчет бесконечно Ане на ушко признания в любви, но чувства к ней есть и будут. А может, наоборот, нужно говорить и кричать о любви? Тогда Аня снова станет прежней. Хватался за последнюю соломинку Павел. Сегодняшний вечер будет романтический. Аня обещала приготовить праздничный ужин, а я уж позабочусь о том, чтобы этот день жене запомнился. Целый день Павел провел в предвкушении предстоящего события. К вечеру он купил Ане ее любимое украшение и огромный букет из белых роз. «Анюта, ты дома?» – воскликнул он, едва переступив порог. Не услышав ответа, мужчина сразу почувствовал неладное. Его беспокойство усилилось до предела, когда он увидел грязную посуду на кухне, немытую после завтрака. Праздничного ужина не было и в помине. «Аня, ты где? С тобой все в порядке?» – закричал Павел, нервно бегая по комнатам. «Неужели она опять там?» – вдруг внезапно осенило его. Самые худшие опасения оправдались. Дверь в ванную комнату была закрыта изнутри. «Аня, открывай немедленно!» На молчание Павел разразился оглушительным грохотом в дверь. Тут же послышался пронзительный собачий лай. «Ты что так громко стучишь, Паша? Арчи испугаешь?» Спокойно ответила Анна, выходя из ванны. Следом за ней выбежал взъерошенный пес. «Это ты мне ответь, что здесь делаешь? Ты что, целый день так просидела?» – ужаснулся мужчина. Анна закатила глаза, наморщила лоб, видимо, придумывая, что сказать. «Я просто не выспалась ночью, вот сон меня и сморил», – пролепетала она. «Аня!» – крикнул Павел, испугавшись так, что затряслись поджилки. «Мы же договаривались, что сегодня устроим праздничный ужин!» «Да?» – удивленно спросила Анна. «А я и позабыла. Паша, давай в следующий раз. У меня что-то голова разболелась». Не обращая внимания на оторопевшего мужа, Анна прошествовала в комнату. Пальцы Павла непроизвольно разжались, и букет роз упал на пол. Цветы источали приятный аромат, но мужчина не обращал на это никакого внимания. Все то, чем он хотел удивить жену, оказалось ненужным и незамеченным ею. Павел, тяжело вздохнув, обхватил голову руками и опустился на стул в гостиной. «Не могу так больше!» – в отчаянии воскликнул он, теперь уже точно осознавая, что его семейная жизнь рушится. «Аня сходит с ума, с ней явно что-то не в порядке», – лихорадочно думал Павел. «Еще этот дурацкий пес, никогда он мне не нравился. Не хотел его брать в дом, но, как всегда, пошел на поводу у Ани. Господи, что она делает с ним в ванной? Наверное, из-за этого она с ума исходит». Мужчина затрясся и переменился в лице. Он никогда не устраивал слежки за женой, не копался в ее телефоне и электронной почте, не изводился нелепой ревностью. Все это претило натуре Павла. Но все же ему пришлось наступить на горло своим многолетним принципом. Павел боялся потерять Аню и только поэтому принял несвойственное ему решение – установить видеокамеру в ванной комнате. Поздно ночью, когда жена заснула, он это сделал. Когда спустя два дня мужчина посмотрел запись с камеры, он был шокирован, как никогда в жизни. Услышанное и увиденное поразило до глубины души. Анна сидела на полу в ванной комнате. На коленях у нее расположился пес, который так и норовил залезть к ней в лицо и на распластавшееся тело. Женщина спокойно целовала голову собаки, гладила упругое туловище и приговаривала. «Сыночек мой любимый, нет у меня других детей. Ты мой единственный и бесценный ребенок. Мы будем всегда вместе. Я буду любить тебя, ухаживать за тобой, дарить подарки. Я буду жить столько, сколько проживешь ты. Если ты уйдешь, уйду и я». Собака подскуливала в такт словам хозяйки, будто понимала их смысл. Аня, обнявшись с любимцем, закатывала глаза и вожделенно улыбалась. Дальше Павел уже не смог смотреть это видео. Нервы его заходили ходуном, он потерял контроль над собой. Ноги сами понесли на кухню, где Аня в это время готовила завтрак. Рядом с ней, виляя хвостом, крутился Арчи. «Аня, ты с ума сошла? Ты творишь безумные вещи!» Не в силах сдерживать себя, закричал Павел. Это был крик отчаяния и боли, как вихрь, пронесшийся внутри его организма. Женщина удивленно взглянула на мужа и не выдержала. Заголосила в ответ. «Ты что, за мной слежку устроил? Как тебе не стыдно? Это совершенно не твое дело. Арчи – мой любимый и преданный ребенок. Все потому, что ты другого ребенка мне не смог сделать». «Аня, послушай, ты меня сейчас очень сильно обижаешь. Ты пожалеешь об этом». Округлив глаза от ужаса, возмутился Павел. А через несколько секунд добавил. «Опомнись, собака не может быть твоим ребенком ни при каких обстоятельствах. Это уже клиника, Аня. Завтра же отведу тебя к психиатру». «Черта с два, хватит манипулировать мной, как куклой. Запер в четырех стенах и доволен. Конечно, тебя все устраивает. А меня нет. Понял ты? Нет!» Кричала Анна не своим голосом, распаляясь все больше и больше. Павел диким взглядом смотрел на жену и не мог больше произнести ни слова. Язык его словно онемел. Он не узнавал свою Аню, всегда спокойную и добрую. Сейчас в нее словно бес вселился и с невероятной мощью извергает зло. Следующая фраза жены убила Павла на повал. Она за считанные секунды сумела взять себя в руки и леденящий, спокойным голосом сказала. «Я завтра же подам на развод. Сейчас соберу необходимые вещи. Мы с Арчи уезжаем». А потом вытащила с антресолей два чемодана и начала складывать все, что было для нее важно и дорого. Делала это хладнокровно, без нервов и истерик. Чего не скажешь о Павле. Он нервничал и бегал за ней по всей квартире, как привязанный, умоляя остаться. Но Анна была непреклонной и жестокосердной. Собрав чемоданы, она придвинула их ко входным дверям в прихожей. Нагнулась, чтобы одеть обувь, но разогнуться не сумела. И в следующую секунду зашлась в крики от боли. Медленно начала сползать на пол. Павел едва успел подхватить жену на руки. «Аня, что с тобой?» Взволнованно спросил он. Женщина скорчилась в болевом приступе, но через несколько секунд успокоилась. «Отпустила, все в порядке, со мной так бывает», — сказала Анна изумленному Павлу. «Ты ничего не рассказывала, как давно это началось?» — спросил Павел. Его беспокойство возросло до предела. «Недавно, пару дней назад», — ответила Аня, как ни в чем не бывало. «И ты молчишь? А может быть, это...» Павел не смог договорить. Воздух снова взорвал пронзительный крик Анны. «Все, я вызываю скорую, и не спорь», — решительно сказал Павел и вытащил мобильный телефон. Скорая приехала молниеносно, а потом Аня и Павел под заунывное завывание Арчи сели в машину и уехали в больницу. Никто из них даже предположить не мог, что через несколько дней Аня вернется домой с радостной новостью. Она, наконец-то, беременна. Правда, врачи строго-настрого сказали, что беременность будет нелегкая и могут быть осложнения. Лучше бы полежать на сохранении. «Я не выдержу, если буду 9 месяцев лежать в больнице. Я буду дома выполнять все врачебные рекомендации и приходить на осмотры. «Отпустите меня, пожалуйста, домой. Я прекрасно себя чувствую», — взмолилась Анна. «Хорошо, но в последние три месяца беременности все равно положим вас на сохранение. Нам придется это сделать ради вашего здоровья и здоровья малыша». Тут врачи были непреклонны, и Анне оставалось только согласиться. Все равно она теперь счастлива. По-настоящему счастлива. Наконец-то ее самая заветная мечта исполнится. Бесконечно рад был и Павел, несмотря на то, что свою беременность Анне приписала в заслуге любимому лабрадору Арчи. Он, довольный, вилял хвостом и ходил за хозяйкой, как приклеенный. «Он так меня поддерживал, мой любимый!» Анне опять хотела сказать «сынок», но под пристальным взглядом мужа осеклась и не произнесла это слово. Павла напрягала нездоровая привязанность Анне к собаке. Она практически не выпускала пса из рук. Хоть и реже, но все равно закрывалась с Арчи в ванной комнате. И все же Павел сумел совладать с собой и не ссориться с женой по этому поводу. Радость от будущего рождения долгожданного ребенка накрывалась головой, так что все проблемы и недомолвки казались сущими пустяками. Главное, что чемоданы, собранные Аней, разобраны. Вещи снова на своих местах, и жизнь Ани и Павла также вернулась на круги своя, что радовало обоих. Кто же знал, что радость эта будет недолгой, и беда спустя три месяца снова ворвется в дом. Тот вечер был обычным, домашним, как и всегда. Аня мыла посуду после ужина, пребывая в хорошем расположении духа, напивала себе под нос какой-то незатейливый мотивчик. И вдруг в один миг лицо ее стало пунцово-красным, глаза налились кровью, она истошно закричала от ужаса и боли. «Анюта, что с тобой?» – прибежал на кухню встревоженный Павел. «Болит, очень болит в животе, так что даже дышать не могу». Аня начала задыхаться и как рыба хватать ртом воздух. Павел взял ее на руки, и Анна тут же потеряла сознание. И снова скорая, и снова врачи. Только этот приезд в больницу радости не принес. Павел уже битый час ходил взад-вперед в приемном покое больницы и ежеминутно спрашивал у медсестры, когда можно увидеть жену. «Успокойтесь, молодой человек, скоро с операцией придет врач и все вам расскажет». Прошел еще один мучительный для Павла час, каждая минута которого казалась вечностью. И, наконец, в конце коридора Павел увидел седовласового мужчину в белом халате, который быстро приближался к нему. «Мне нечем вас порадовать, молодой человек. Мы сделали все, что смогли, но, к сожалению, у вашей жены случился выкидыш». В эту секунду Павел почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Ему хотелось кричать, орать на весь мир от этой ужасной несправедливости. Но от неожиданности он только сумел промямлить. «Нет, не может быть! Почему выкидыш? Ведь меньше месяца назад мы были на приеме у врача, все же было хорошо!» Врач, насупив брови, строго ответил. «Месяц назад, может быть, все и было хорошо, но потом за считанные дни развелась внутриутробная инфекция, она и спровоцировала выкидыш. Я в медицинском заключении все напишу. Извините, мне больше нечего вам сказать». Врач окинул Павла виноватым взглядом и так же быстро, как и шел, помчался дальше по коридору. «Как моя жена? Я могу ее видеть?» – крикнул вдогонку Павел. «Да, да», – обернувшись, ответил врач. Мужчина тут же кинулся в палату к Ане. «Не более пятнадцати минут», – равнодушно сказала постовая медсестра в ответ на умоляющий взгляд Павла, но он уложился в три минуты. Анна просто не стала с ним разговаривать, демонстративно отвернувшись к стене. На предложение мужа поговорить она просто завыла, как дикая волчица, до ужаса испугав остальных женщин в палате. Тут же в палату ворвалась медсестра и громко закричала на Павла. «Что вы стоите? Разве не видите, что у нее истерика? Немедленно выйдите из палаты!» Павел вышел на ватных ногах и обреченно опустился на стул в коридоре. Слез не было, то есть они были, но огромным соленым комком застряли где-то внутри. У мужчины сразу возникло плохое предчувствие, а тревога и волнение разлились по всему телу. Это конец, конец всему. Злополучный выкидыш добьет Аню. Внутриутробная инфекция. Черт возьми, откуда она взялась? Через несколько секунд шальная мысль пришла в голову Павла, от которой его подкинуло словно на электрическом стуле. «Это дурацкая псина! Арчи! Вот причина случившегося горя!» Аня постоянно с ним обнималась. Наверняка собака и есть носитель инфекции, потому что у нас с Аней до этого ничего не было. Мы были здоровы. «Ну все, мое терпение лопнуло, я избавлюсь от этого пса», твердо решил Павел и сдержал свое слово. Наступил день выписки, тягостный и тяжелый для обоих супругов. Анна так и не вышла из состояния депрессии, наоборот, погрязла в нем с головой. Всю дорогу домой она сидела молча, прижавшись лбом к стеклу машины и смотрела в одну точку. Павел не пытался сейчас разговаривать с женой, точно знал, что все его попытки закончатся крахом. Но реальность превзошла даже самые худшие опасения. Лишь только переступив порог, Аня забегала по всей квартире, ища собаку. «Арчи! Арчи! Ты где, мой маленький сынок?» Не найдя собаки, она, гневно сверкнув ошалевшими от ужаса глазами, заголосила. «Где мой сын? Куда ты его дел? Немедленно отвечай!» Павел испугался психическому состоянию жены настолько, что не смог ответить сразу. Аня в состоянии глубокой депрессии подвинулась рассудком. Был почти уверен мужчина, но все-таки оставлял в своей душе место для малюсенькой надежды на лучшее. Но надежда разбилась в дребезге, когда Аня, сверля мужа испепеляющим, ненавистным взглядом, закричала. «Я еще раз тебя спрашиваю, где Арчи? Куда ты его спрятал?» «Аня, успокойся, пожалуйста. Нельзя так общаться с собакой. Это животное губит нашу семью, и инфекцией тебя наверняка наградил пес». Павел все еще безуспешно пытался переубедить жену. А она, услышав эти слова, заголосила пуще прежнего. «Если ты убил мою собаку, я сейчас же подожгу дом или выброшусь из окна». «Да не убивал я его!» Теперь уже закричал Павел, не в силах больше терпеть нервный припадок жены. «Сдал в приют для животных, ну хотя бы на время твоей депрессии». «Что? Да как ты посмел? Ты...» Голос Ани от крика охрип, и она зашипела, как змея. Женщина на миг затихла, наверное, соображая, что сотворить дальше. Павел тут же воспользовался мимолетным замешательством жены. «Аня, послушай, у нас же хорошая семья, проблема только в ребенке. Ну давай же возьмем малыша из детского дома. Одного, двух, да хоть целую ватагу, лишь бы твоя душа и сердце успокоились». Павел хватался за последнюю соломинку, хотя умом понимал, что тонущий корабль спасти уже нельзя. «Арчи, мой ребенок!» — леденящим тоном сказала Аня, как отрезала. А в следующее мгновение решительно прошла мимо оторопевшего Павла в комнату. «Что ты намерена делать?» — дрогнувшим голосом спросил мужчина, осознав, что сейчас произойдет нечто ужасное. У него затряслось все внутри, когда увидел, как Анна вновь снимает с антресоли чемодан. «Я ухожу, не могу и не хочу жить с человеком, укравшим у меня самое дорогое», — сказала она, запихивая в чемодан первые попавшиеся под руку вещи. «Аня, остановись! Ты же не сможешь без меня!» — из последних сил крикнул Павел. «Смогу, не нужно думать, что ты пуп земли. Прощай!» С этими словами она вышла, громко хлопнув дверью. Анна и Павел оба не осознавали в этот миг, что видят друг друга в последний раз. Через несколько дней Павла не станет. Он попадет в нелепую аварию, а руководство его фирмы захватит первый зам, давно мечтающий об этом. Тем более сейчас завладеть фирмой проще простого при отсутствии жены Павла, которая и раньше-то совершенно не интересовалась его делами. До Анны тщетно пытались дозвониться знакомые и малочисленные родственники Павла, чтобы сообщить о смерти мужа. Мобильный телефон она в сердцах выбросила, чтобы Павел ее не разыскивал. Женщина твердо знала, что не сошла с ума, но пребывает в глубокой депрессии, из которой ей самой не выбраться. Отсутствие детей сломало ее жизнь с Павлом, поэтому она целиком поддалась воле чувств, которые привели к единственному вожделенному ею объекту любви – собаке. Свою безумную любовь Анна подкрепляла заклинанием покойной бабушки, верившей в ее счастливую звезду. Анна искала Арчи каждый день, с раннего утра до позднего вечера. Всеми правдами и неправдами раздобыла адреса городских приютов для животных. Она ходила мимо тесных клеток с собаками, вглядываясь в их грустные и несчастные глаза. Но все равно в собачьих глазах теплилась надежда, словно они пытались сказать «забери меня с собой, я буду тебе верно служить, только забери, умоляю». Но Анна была непреклонна. Она хотела отыскать лишь свою собаку, Арчи, и только его. Список приютов практически опустел. Она посетила все, но ни в одном не нашла Арчи. И вообще из всех собак попался один единственный лабрадор, но он не был псом Ани. Уж она бы своего Арчи узнала из тысячи, из миллиона собак. «Куда, куда же Павел дел мою собаку?» — восклицала женщина и не находила ответа. Остался только один непосещенный ею приют. «Женщина, вы ищете собаку определенной породы? Здесь породистых собак очень мало, в основном дворовые», — сказал директор приюта, молодой человек приятной внешности. «Я ищу свою пропавшую собаку, лабрадора золотистого цвета. Вот, взгляните, пожалуйста, у меня есть его фотография», — сказала Аня, вытащив карточку из сумки. «Давайте посмотрим», — с улыбкой сказал парень. Но уже через пару секунд выражение его лица поменялось из улыбчивого в растерянное. «Что случилось?» — насторожилась Анна. «Вы что-то знаете о моей собаке? Говорите немедленно». Парень замешкался, видимо, на ходу придумывал, как корректно ответить. «Видите ли, молодой мужчина в начале месяца привел к нам эту собаку. Пес показался мне ухоженным и упитанным, и я даже удивился, почему его сдают в приют. Но мужчина настоял на своем. Сказал, что, скорее всего, это временно, и даже денег много пожертвовал на содержание приюта». «Это мой муж приходил», — оживилась Анна. «Так где же Арчи? Я хочу его забрать». «Видите ли», — продолжал мямлить парень, что очень раздражало Анну. «Вы что, издеваетесь надо мной?» — недовольно буркнула она. «Отдайте мне мою собаку». «Понимаете, такое дело случилось. К сожалению, при кормлении три дня назад ваш пёс сбежал из приюта». «Виновата», — сказал парень, ошарашенный Анне, совершенно не ожидавший такого ответа. «Что? Как сбежал? Что вы такое несёте?» Закричала она, не контролируя себя. Нижняя губа у неё затряслась, а слёзы градом полились по лицу. Парень перетаптывался с ноги на ногу, нервно теребил руки и не знал, куда себя деть. «Простите, мне очень жаль», — только сумел пролепетать он. Но Анна уже не обращала на него внимания. Не поверив словам, она, как сумасшедшая, по десятому разу носилась между клетками с собаками, так и не найдя своего арчи. И в конце концов уныло поплелась во свояси. «Господи, что же мне теперь делать? Как жить? Да и зачем? Не знаю», — шептала Анна пересохшими губами. Голова раскалывалась, а ноги гудели от долгих хождений по улице. В таком состоянии никаких разумных действий придумывать не удалось, и Анна вернулась в гостиницу, чтобы скоротать там ещё одну ночь. С порога девушка-администратор громко её окликнула. «Анна Сергеевна, остановитесь, пожалуйста. Вы оплатили за трое суток. Сегодня уже пошли четвёртые. Прошу произвести дальнейшую оплату». «Да, да, конечно», — замешкалась Анна, доставая платёжную карточку. «Оплата не прошла. На счёте недостаточно средств», — безучастным тоном сказала администратор. «Не может быть, что так быстро закончились деньги», — пролепетала женщина. Её раздумья вновь прервала администратор. «Анна Сергеевна, если вы не можете оплатить, тогда прошу покинуть гостиницу». Вновь оказавшись на улице, женщина тяжело вздохнула и побрела поздним вечером, куда глаза глядят, изредка сталкиваясь со случайными прохожими. Щемящее чувство голода овладела Анной и заставила пойти в близлежащую булочную, куда ушли её последние деньги на пироги с чашкой кофе. Раньше она никогда не испытывала нужды в деньгах. Павел регулярно клал жене на карту приличные суммы, чтобы Анна ни в чём себе не отказывала. Когда женщина сбегала из дома, она была одержима только одной мыслью — найти любимую собаку и совершенно не подумала о деньгах. «Всё равно не вернусь домой», — твердила себе Анна. «Ни при каких обстоятельствах». Но не учла Аня, что уличная жизнь совсем не для неё. От лежания на скамейках в парке и на вокзале ужасно разболелась спина и, похоже, стремительно развивался бронхит. Испуганные, умоляющие глаза бездомных собак, в которые Анна вглядывалась на улице, пытаясь найти Арчи, доконали и без того расшатанные нервы. Но сложнее всего было преодолеть голод. Именно голод искрутил обессиленную Анну, пересекавшую парк. Она уже плохо контролировала себя. Присела на пожухлую траву, прислонившись к дереву. Не заметила, как задремала. Очнулась от липкой, холодной жидкости на своей щеке. С трудом открыв глаза, женщина увидела прямо перед собой собачий нос, глаза, уши, туловище, покрытое золотистой шерстью. Анна хотела закричать, но больное горло и осипший голос не позволили этого сделать. И тогда она зашептала, захрипела и протягивала руки к собаке. «Арчи! Арчи! Наконец-то я тебя нашла!» Тут же женщина зашлась в мучительном приступе к кашля. Собака залаяла, попятилась, не понимая, что происходит. Но Анна, как заведенная, опять повторяла одно и то же слово. «Арчи!» Вдруг совсем рядом послышались шаги. И появился незнакомец, прилично одетый мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородкой. «Это не Арчи, а Мира!» Спокойно сказал он, глядя на душевное излияние Анны. «Нет, это Арчи! У меня лабрадор пропал, точно такой же! Я не могу ошибиться!» Анна взглянула на незнакомца полными слез глазами. «Мне очень жаль вашего лабрадора», — с неподдельной искренностью ответил мужчина. «Но это мой лабрадор, девочка по кличке Мира. Я вам легко это докажу, для этого не нужно быть ветеринаром. Хотя я им и являюсь, работаю в ветеринарной клинике, и зовут меня Игорь. А вас?» «Анна», — пробормотала женщина и опять зашлась в сильнейшем приступе кашля. От взгляда Игоря не укрылся неприглядный вид молодой женщины. Спутанные волосы, грязная, местами порванная одежда, нездоровая худоба. Она напоминала человека, побитого жизнью. В каждом жесте и взгляде читалось страдание. «Вам определенно нужно к врачу, Анна», — сказал Игорь. «Давайте провожу вас домой». «У меня нет дома, и идти мне некуда», — с горечью ответила Анна. «Как нет дома?» — воскликнул мужчина и, немного подумав, добавил. «Знаете что, а пойдемте ко мне, у меня есть свободная комната. Вставайте, с вашей простудой нельзя сидеть на холодной земле». За чашкой чая Анна рассказала спасшему ее мужчине свою грустную историю. «Да, Аня, натворили вы дел, но я не смею вас ни оправдывать, ни осуждать», — рассудительно сказал Игорь. Несколько секунд он глядел в одну точку, видимо, вспоминая какие-то события. Глаза его вмиг стали печальными. Вдруг неожиданно произнес. «А от меня тоже жена ушла. Не выдержала моей страсти к собакам, особенно к лабрадорам. Ни собачнику не дано понять дикий восторг даже только от созерцания этих живых существ». Когда Игорь заговорил о собаках, его лицо из грустного сразу превратилось в одухотворенное. Он, запрокинув голову, восклицал. «Лабрадоры — это вообще нечто неземное, эталон красоты, благородства и преданности». «А вы знаете, Анна, я ведь тоже потомство хочу. Собачью семью лабрадоров. Мечтаю об этом. Очень хочу найти хорошего кобеля для мира. Поможете мне в этом?» Спросил мужчина. «Да», — воскликнула Анна, даже подпрыгнув на стуле. «Она всегда хотела встретить человека, разделяющего ее хобби. Наконец это получилось. Тут же вспомнились слова бабушки о том, что Арчи принесет ей удачу. И, может быть, встреча с Игорем и есть та самая удача». С каждой минутой и даже секундой общения Анна осознавала, что встретила своего человека. Тревогу и нервозность как рукой сняло. Ей казалось, что она снова стала прежней Анной, как много лет назад. Не знала почему, но сразу появилась полная уверенность, что Игорь думает так же, как и она. Спустя несколько дней Игорь, ужасно стесняясь и краснея, предложил Анне остаться с ним жить. И она приняла предложение. Пара осуществляла свою общую мечту, и это сблизило их еще больше. Вместе Игорь и Анна посещали собачьи питомники, общались с заводчиками лабрадоров, знакомили миру с ее потенциальным партнером. Анна даже не подозревала, каким может быть увлекательным и удивительно приятным это занятие. Когда задуманное ими осуществилось, оба были по-настоящему счастливы. А тот день, когда обнаружили, что Мира беременна, стал самым памятным днем. Весь период беременности был наполнен для Анны и Игоря ожиданием, волнением и даже страхами. В ветеринарной клинике, где работал Игорь, велось постоянное наблюдение за состоянием здоровья Мира. Анна и Игорь чувствовали себя будущими родителями и отчитывали дни, часы и минуты, когда родятся щенки. Роды прошли успешно, и на свет появились шесть маленьких щенков. Радости Анны и Игоря не было предела. Приняли единогласное решение всех щенков оставить себе. Глаза одного из щенков до глубины души задели Анну. Они были похожи на глаза ее безвременно ушедшего питомца. И у Анны не было сомнений, как его назвать. Арчи, конечно же, Арчи. Умиротворенная жизнь с Игорем устраивала Анну. Они как будто растворились друг в друге и понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Однажды Анна поймала себя на мысли, что уже не бредит фатальной идеей о рождении ребенка. Кошмарные сны отступили, словно их и не было. Семья с Игорем была настолько большой и крепкой, что занимала все жизненное пространство, не оставляя места ни для чего другого. Сердце и душа Анны успокоились. Последний воскресный день марта ничем не отличался от предыдущих. И лишь только Анне казалось, что он особенный. Солнце светит по-другому, птицы поют не так, как обычно. И даже Мира со своим собачьим семейством ведет себя по-иному. Проснулась Анна с ощущением грядущих светлых и добрых перемен. И они не заставили себя ждать. Спустя девять месяцев родился их первенец, сын Егор. А еще через два года дочь Елена. Несмотря на рождение детей и предложение руки и сердца от Игоря, Анна не спешила выходить замуж во второй раз. Нахлебавшись, непонимание и недомолвок в первом браке и ожидание неуместной для нее сейчас встречи с Павлом откладывало это событие. А когда откладывать стало нельзя, Анна решилась вернуться в прошлое и сделать то, что давно должна была сделать. Развестись с Павлом. Когда случайные люди рассказали о трагедии, случившейся с Павлом, сердце Анны сжалось. В голове тут же вихрем пронеслись воспоминания об их совместной жизни. Анна вытаскивала их из памяти, как из волшебного сундука, уже понимая, что боль от потери бывшего мужа останется с ней навсегда. Накопившуюся в душе горечь, Анна снимала молитвами Всевышнему под храмом местной церкви и искренне верила, что когда-нибудь Бог смилостивится и простит ее.